Несколько праздничных студий, красивый ведущий, свет софитов и море гостей. Телерадио компания «Вектор» календарный год традиционно завершает новогодним прямым эфиром. Подведем итоги? С удовольствием. Во-первых, губкинцев стало больше. И не только благодаря демографическим программам к нам официально присоединились жители микрорайонов Пурпе. А значит, губкинский стал еще больше. И краше. А краше потому, что практически в каждом микрорайоне города идет интенсивное строительство домов, благоустройство парков, скверов. Совершенствуется вся инфраструктура. Причем рекордными темпами. Андрей Михайлович, по строительству рекорд? Ну, большие объемы строительства для нашего маленького, но самодостаточного города. И, конечно, все жители это видят. И это очень радует. И тем более радует, что это все направлено на выполнение задач, которую поставил нам наш губернатор Дмитрий Андреевич Артюхов. По переселению с деревянного аварийного фонда. Тот темп, который мы взяли сейчас, если мы его не будем избавлять, то к 28-му году у нас уже жилья деревянного аварийного не останется в городе. Это самая главная проблема нашего города. Хорошо начали, хорошо идем. Надеюсь, что у нас получится так, как вот мы планируем. Говорили о дорогах, благоустройстве, экологии. Ну, а вслед за итогами года подвели итоги грандиозного телевизионного проекта «Битва офисов 2.0». В течение семи конкурсных недель участники, а это команды организации и предприятий города, боролись за сердца зрителей. Семь недель этого конкурса, этих этапов прошли для нас довольно-таки энергично. Были, конечно, трудности, нам не все удавалось с первого раза, но мы все-таки сплотились. Это нас объединило, и мы стали как-то думать даже иначе, по-другому, находить идеи, решения для данных роликов, чтобы выпускать новые ролики и все более интереснее и интереснее. Семь недель команды готовились, придумывали и снимали видеоролики. Всего в эфир было выпущено более 30. За участников можно было голосовать онлайн, на сайте телерадиокомпании «Вектор», а также с помощью купонов из газеты «Губкинская неделя». До финала дошли только три команды. Это на самом деле очень здорово, что мы приняли в этом участие. У нас, конечно, поначалу были небольшие сомнения, что мы сможем, потому что у культуры ноябрь и декабрь – это самые такие горячие месяцы, когда очень много работы, когда ты работаешь 24 на 7, и тебе нужен просто 25-й час в сутках, его нет. И, конечно же, вот участие в этом проекте дало нам какой-то новый глоток. Коллектив, конечно же, сплотило. Я даже записывала видео, когда мы готовились к творческому конкурсу, когда песню надо было спеть. И когда у нас практически весь коллектив дружно собрались и пели эту песню, репетировали. То есть это очень сплотило, когда слышалось, были какие-то, ну, то есть выясняли, доказывали, приходили к единому. Но, тем не менее, это очень здорово, потому что эмоции на самом деле очень классные. Битва офисов продолжилась в праздничном эфире. У зрителей был шанс поддержать команды, проголосовав за них по телефону во время трансляции. Прямой эфир длился почти три часа. И вот настало время остановить онлайн-голосование. Барабанная дробь. Я просто не могу по-другому, потому что это просто рекорд. 29 тысяч 480 голосов. Из них более полутора тысяч звонков в студию и 27 950 в течение 7 недель. Первое место. Команда «Не как все» Управление культуры. Итак, второе место. И тоже потрясающий результат. 23 916 голосов. Команда «Непоседы». Понятное дело, третье место «Современник». Чуть-чуть не дотянули. Вот ваш поощрительный приз. Полную версию итогового прямого эфира можно посмотреть на нашем сайте vectordefistv.ru, а также в социальной сети во Вконтакте. А наша команда телевизионщиков поздравляет вас, дорогие телезрители, с наступающим Новым годом. Мы всех искренне поздравляем и желаем, чтобы и 23 год вам запомнился, и по возможности исключительно хорошими событиями. Елена Канина, Денис Гимб, Новости Губкинского.